Первые депутаты республики примут обращение в адрес международного сообщества об экономическом давлении Молдовы. Сегодня на заседании Совета Старейшин о ситуации в экономике Приднестровья рассказал министр экономического развития. Бюджет Приднестровья в январе этого года недосчитался 13 миллионов рублей. Это деньги, которые могли бы пойти на повышение зарплат, ремонт больниц, детских садов и школ. Из-за запрета на вывоз продукции, новых пошлин на товары, которые ввозят в Приднестровье и других требований Молдовы, спад заметен практически во всех отраслях. В металлургии, машиностроении, металлообработке, химической, электротехнической и легкой промышленности упали экспорт и импорт. Республика несет серьезные финансовые потери в виде недопоступлений в бюджет, простаивают крупные предприятия, происходит отток квалифицированных специалистов. Сокращается сегмент малого бизнеса. Также ожидаются инфляционные процессы на внутреннем рынке в результате тотальной блокады Приднестровья со стороны Республики Молдова и, соответственно, изъятия пошлин в бюджет Молдовы. Крупные налогообразующие предприятия терпят колоссальные убытки еще с августа прошлого года, рассказал Сергей Оболонник. Когда молдавская таможня перестала пропускать фуры трех экспортеров. Молдавы залиты электромашей и завода «Потенциал». Большие рабочие коллективы остались без работы. Блокировка экспорта продолжается и в текущем году. Как следствие, в январе электромаш сократил экспорт к уровню прошлого года на 76%. ООО «Потенциал» на 84%. Завод «Молдав изолит» сейчас работает только по тем направлениям, по которым комиссия молдавская разрешила выпуск. Также отмечу для информации, что когда этот товар попадает в Румынию, поскольку, к сожалению, у нас сейчас одни ворота через Республику Молдова, а далее и через Румынию. Мы наблюдаем, что, как в Румынии, к этому товару вопросов нет вообще. Кишинев создает и другие помехи приднестровской экономике. В результате банковской блокады дополнительные расходы приднестровских предприятий для осуществления платежей достигли 30 миллионов долларов в год. В январе прекратила внешнеторговую деятельность швейное предприятие «Вестра». Ушел ключевой заказчик – австрийская фирма. И здесь не обошлось без участия Кишинева, сказал Сергей Абалонник. Такая же ситуация на фабрике «Адема». Из-за молдавских пошлин меньше товаров стали возить индивидуальные предприниматели. Более чем в половину уменьшился ввоз электромашин, аудио, видеоаппаратуры, одежды, обуви. На 50% меньше привезли компьютерные техники, парфюмерии и косметики. Пошлины заставляют предпринимателей повышать цены. В таких условиях очень важно обеспечить продовольственную безопасность, сказал Сергей Абалонник. Полученный объем зерна позволяет полностью удовлетворить потребности республики в хлебе, обеспечить поставку зерна на экспорт. Поддержка аграриев сейчас одна из ключевых задач государства, сказал министр. Молочные дотации, субсидии на покупку племенных коров, налоговые льготы при создании животноводческих хозяйств, льготный тариф на воду, вложение в мелиоративный комплекс – все эти программы будут работать и в нынешнем году. Повышение зарплат работникам бюджетной сферы – еще одна мера поддержки населения. Совет старейшин принял решение обратиться к международному сообществу, чтобы заявить о положении, в котором оказалось Приднестровье. Также первые депутаты планируют предложить способы минимизировать последствия блокады со стороны Молдовы.